Руслан, давайте с вами обсудим текущую повестку дня внутренней и внешней политики Украины, но попытаемся приподняться над теми дискуссиями, которые у нас сейчас проходят в обществе. Вот сейчас мы находимся в ситуации бронзовского движения в среде западных союзников. С одной стороны, пересменка в Белом доме. Возможно, поменяется президент Северного штата Америки. До выборов осталось не так-то много времени, но фактически меньше года, 10 месяцев до выборов. С другой стороны, предстоящие выборы в Европейский парламент это срочный уход Шарля Мишеля, занимаемый должностью председателя Европейского совета. Возможный уход Урсла Фонда Ляйн с позиции президента Европейской комиссии. То есть фактически половина игроков, с которыми Украина ведет переговоры по помощи, по противодействию российской агрессии, они в этом году так или иначе уйдут на политическую пенсию либо поменяют свою позицию. Что это целит Украине? И где, на ваш взгляд, для Украины наиболее выигрышный сценарий в условиях вот этой вот бифуркации внешнеполитической? Ну, в целом, геополитическую ситуацию вокруг Украины можно оценить следующим образом. Рост нестабильности и неопределенности. Мы не можем сказать, что у нас тут была какая-то катастрофа или есть какой-то большой прорыв. Нет. Просто неопределенность нарастает. Неопределенность действительно это связана с выборами. В этом году 40 стран мира проводят выборы, но для нас самое важное – это выборы Европарламента, выборы президента США. Видим, что политические системы наших партнеров, британские выборы тоже, конечно, важны, но политические системы наших партнеров, мы видим, постепенно не погружаются во внутреннее противостояние. Да. И поэтому, если кто-то спрашивает совет из наших политиков, я ему отвечаю словами своего деда, который говорил, вот если не знаешь, что делать, то делай то, чего хотят люди, на чьей стороне общество. И нам тоже в этой ситуации, это политический совет, не юридический, потому что юридический надо делать по закону, а политический нам очень важно будет сохранить в целом поддержку элит, американских и европейских, и сохранить еще более важнее поддержку американского и европейского общества. Потому что элиты, политики, они всегда будут ориентироваться на общественное мнение, если общественное мнение мы будем проигрывать, то и никакие хорошие личные отношения нас не спасут. Поэтому нам надо работать сейчас очень активно с обществами, европейским и американским, очень активно с элитами, с пониманием того, и не ввязываться ни в коем случае в какие-то внутренние противостояния, не подыгрывать никому, ни власти, ни оппозиции, ни личной ситуации, потому что, чтобы не оказаться потом заложником этой игры. Руслан, вот многие вас лично знают, как одного из наиболее способных украинских политологов, политтехнологов, у вас огромный опыт, я думаю, что уже 20-летний, работая в публичной украинской политике. И вы относитесь к категории людей, которых называют фиксерами. Почему фиксерами? Просто если вы за что-то берётесь, вы доводите это до конца. Это, кстати, многие говорят, действительно люди, которые с вами сталкивались, именно по политике. Вот возьмём, например, Шарля Мишеля, председателя Европейского совета. Шарль Мишель занимается модерацией внутренней политики Грузии, скажем, договороспособностью грузинской власти и оппозиции. В общем-то, больших побед на этом поприще не достиг. Дальше Карабахский вопрос, где тоже есть Шарль Мишель. В итоге мы видим, что Армения и Азербайджан напрямую начинают договариваться, минуя Брюссель, минуя Шарля Мишеля, потому что на этом треке он тоже не достиг. Трек российской агрессии против Украины, где тоже Шарль Мишель, прямо скажем, мало что достиг, и при этом ничего не достигнув, он уходит победоносный европейский парламент. Вообще вот это свойство западных политиков что-то начать, потом, скажем, используя демократическую отмазку, взять, уйти и передать как горячую картошку вопрос другому. Где тот политик, на ваш взгляд, который мог бы быть фиксером для Украины и гарантом соблюдения договорённостей, которые бы и остановили эту войну, и помогли Украине деокупировать нашу территорию? Очень хороший вопрос. Понимаете, один из расчётов России был на то, что Европа и Америка сегодня руководятся очень слабыми политиками. Байденом, который не помешал России в своё время аннексировать Крым, будучи вице-президентом. Шольцем, Мишелем, прошла эра, условно говоря, Деголя или даже Ангели Меркель, или даже, там, не знаю, Саркози, людей, которые были способны на какие-то резкие геополитические движения, или даже Трампа, который демонстративно бомбил российские базы на территории Сирии авиационные. И это был один из расчётов российских на то, что европейская политика не сможет, не имеет лидера, и никто не сможет ничего противопоставить России, если бы... Наверное, этот расчёт мог бы и оправдаться, кстати, если бы российская кампания против Украины была быстрой. Но поскольку Россия сама проиграла, она сама себя переоценила в какой-то момент, то и расчёт на слабость европейских политиков не оправдался, поскольку это было компенсировано традиционностью европейской бюрократической и американской бюрократической системы. Хорошо выставленные бюрократические системы, они долго запрягали, но достаточно быстро потом поехали в оказание части помощи Украине. Кроме того, понимаете, Россия вызвала, спровоцировала ощущение страха в западном мире. Страха. Потому что все подумали и посчитали, что вслед за Украиной такое же нападение может состояться и непосредственно на Запад. Россия же декларировала геополитические цели, раздела зону влияния. И после страха последовала, я бы сказал, конструктивная агрессия со стороны Запада в виде масштабной помощи Украине. Сейчас в Европе, но сейчас Европа, которая пережила страх, пережила реакцию на страх сегодня, постепенно появляются на горизонте потенциально сильные политики, которые придут на место вот нынешних директоров, людей, которые были избраны еще до войны, до российского вторжения в Украину. В Германии популярности набивает Писториус, например, министра обороны, которого там рейтинги намного больше того же Шольца. Во Франции мы видим ребрендинг полный Липен, такая либерализация Липен. В Италии мы слышим тоже министра обороны, очень интересного и популярного. Я думаю, что сейчас еще одну фигуру или две или три определить сложно, но уже на горизонте появляются политики военного времени, политики, которые воплощают собой в какой-то мере запрос на себя, сильную руку, политики, которые воплощают с собой ответ на вопрос о безопасности. И уже через год-два, я думаю, мы увидим в Европе намного больше сильных и лидерских политиков, нежели это было раньше. Даже феномен, условно говоря, вот этих кар Вагнек, Клары, Вагнек, боюсь ошибиться, вот этого несистемного немецкого политика, с пророссийскими достаточно взглядами, это тоже реакция на кризис безопасности и реакция и ответ на немецкий запрос, внутри немецкого общества, на более сильных лидерских политиков. Также политики Швеции, я бы сказал, возможно перестроится, сам Макрон, но нас все-таки ожидает, если война продолжится, нас будет ожидать эпоха снова сильных лидеров в Европе. Ну, помните, как в той пословице, ну, для разрядки нам немножко, что сильные времена порождают сильных людей, благополучные времена порождают слабых людей, слабые времена порождают, слабые люди порождают тяжелые времена, тяжелые времена порождают снова сильных людей. Вот тяжелые времена наступили, ждем порождения сильных людей. — Руслан, в середине 2021 года диктатор Владимир Путин опубликовал статью, которая тогда была калькой на статью Солженицына о единстве трёх народов славянских — русского, украинского и белорусского. И, в общем-то, это была действительно калька, где Путин пытался аргументировать, почему Украина должна идти с Россией, апеллировал к вопросу украинских территорий и прочее. С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины мы видим, как и после серии неудач, которые Россия испытала в Украине, мы увидели, как Россия просто переобулась в воздухе. То есть теперь Россия упаковывает свою агрессию против Украины не в, скажем, разборку внутри славянского мира, а в глобальную борьбу между так называемым мировым большинством и коллективным Западом. Мы это сейчас увидели в статье Карганова и Тренина, которые трутся возле российских крупных политиков, и они понимают, о чём говорят. То есть Россия как бы играет на самых таких низменных чувствах, всегда завидует успешным, богатым и прочее-прочее. Естественно, Россия вокруг себя собирает разные страны, которые, в принципе, природно завидуют Западу. Но вместе с тем они как бы хотят сохранить свою какую-то самобытность. В общем, Россия на этом играет. Вот в чём здесь опасность для Украины, на ваш взгляд? Удаётся ли Украине тоже найти удобную упаковку для вот этой борьбы против российской агрессии, которая бы делала нашу украинскую борьбу не просто украинской борьбой, а реально борьбой всего коллективного Запада против, скажем, российской диктатуры. Либо привнесение новых смыслов во взаимоотношения с вот этим вот мировым большинством. То есть удаётся ли Украине здесь, на этом треке, выигрывать? В начале войны мы полностью выиграли нарратив. И этим я и обуславливаю то, что мы выиграли начальный этап войны. Мы сломали несколько ключевых российских тезисов. О том, что украинцы, ну это тезис был ключевой из статьи Путина, это такие себе русские, которые там оккупированы какими-то плохими правителями. Вот массовое сопротивление начала войны показалось, что нет. И даже на юге и на востоке Украины массовое неприятие, нежелание жить в России, митинги в том же Херсоне, чего только стоят, ну много где, показалось, что нет, что за 30 лет независимости сформировалась отдельная идентичность в Украине, особая идентичность. Уже не важны, и не важны при этом исторические споры. Кто где раньше был, кто как назывался, Украина, Русь, и всё, не важно. Сейчас, абсолютно не важно, сейчас это отдельная идентичность, желание жить отдельно. Хотя она может разговаривать на том же языке, что в России, или ходить в церковь похожую, как в России, но это отдельная идентичность, абсолютно. Понимаете? Но нам помогло выигрыш этого нарратива, сначала сопротивление, потом нарратив силы российской армии. Российской армии боялся весь мир. Ну, пока она не уперлась в этот верпень. Ещё один нарратив, и потом на нас начали работать факторы справедливости, законности, жертвенности в этой войне. То есть мы информационно выиграли не только западный мир, мы вообще выиграли мир. Нам сочувствовали даже союзники России, очень явные, открытые. Но сейчас мы начинаем проигрывать нарратив этот. Из-за того, что война длится долго, из-за накопления усталости, из-за неэффективного управления, из-за огромных претензий к коррупции внутри страны, мы начинаем постепенно проигрывать нарратив. И несмотря на то, что на фронте ничего не меняется, в головах наших западных союзников, да и населения внутри нашей страны, возникает ощущение поражения, возникают пессимистические настроения. Хотя на фронте же ничего не поменялось. Вот если посмотреть холодными глазами, серьёзных изменений нет, по большому счёту. И это одна огромная опасность для нас. Во-вторых, мы так и не можем найти наше место в западном мире. Украинское общество хочет стать частью западного мира. Но предложить что-то для запада, понимаете, мы должны купить билет. Нам мало быть красивыми, нам мало быть правильными, хорошо воспитанными. Это очень дорогой клуб. Куда, чтобы зайти, надо купить билет на входе. Нам надо что-то предложить и Америке, и Европейскому Союзу. За что? Почему они нас должны любить? Почему они нас должны принять? Почему они нас должны защищать? Почему они должны жертвовать своим... Благополучием своими людьми ради нас? То есть мы до сих пор не можем найти этой модели, что такое Украина на Западе. Вот как описать Украину на Западе? Мы до сих пор её не представляем. Не представляют её даже поляки, там, не знаю, или немцы. Не представляют, что такое Украина, часть Европейского Союза. Мы до сих пор находимся... И поэтому мы проигрываем этот нарратив. Мы находимся в идеологеме отталкивания от советского и российско-имперского прошлого. Мы до сих пор пытаемся сказать, что мы не они. Все уже убедились, что мы не они. Но кто вы такие сами по себе? Мы до сих пор не можем сказать. Понимаете, я просто один пример. Для того, чтобы США построили огромное и сильное государство, им не было необходимости отбрасывать, условно говоря, английский язык. Несмотря на войны, за независимость Британии, какие-то традиции, которые пришли из Британии, они строили США, они строили Антибританию, они строили Соединённые Штаты Америки свою абсолютно новую идентичность. И абсолютно не несли при этом комплексов в отношении того, что люди, которые приехали из США, они приехали из всего мира. Какой-то особой традиции американской, ну, кроме коренных индейцев, которые мало повлияли на государственные стратегии США, не существует. Вот нам тоже необходимо учиться у американцев. Необходимо перестать копаться в истории, а начать строить будущее. Ценить ту идентичность, которая уже сформировалась, и не реагировать на вот эти выпады российские в отношении того, а кто же правонаследник Киевской Руси, а кто же правонаследник советского государства. Нам должно быть всё равно, мы строим будущее, а с прошлым когда-то разберутся учёные. Лет 130 назад один брат одного известного революционера, повешенного Александром Третьим, он напопался в поле зрения жандарма, который задал ему резонный вопрос, с чем он борется, ведь перед ним стена. На что тот ответил, да, стена, она гнилает, к ней развалится. Ну, в суе не будем упоминать, я думаю, что зрители понимают, о ком идет речь. Так вот, сегодня президент Украины Владимир Александрович Зеленский, находясь в вельности, заявил о том, что необходимо кончить Путина. Ну, можно это понимать как бы и фигурально, и буквально, так? Так, но Путин — это человек, с человеком любой момент может что угодно случиться. Вопрос в системе, так? Которая находится в состоянии раскордажа. Российская система, мы видели даже по бунту Пригожно, находится в состоянии такого раскордажа. Как выстраивать отношения с государством, когда вот между вами просто десятки тысяч погибших людей, когда государство это успело оккупировать твои территории и когда даже после окончания войны и даже после победы Украины это государство, то есть Россия, никуда не денется. То есть оно остаётся соседом Украины, государством, которое находится рядом с Украиной. То есть мы не можем встать, например, или уйти, либо встать и Украину сдвинуть с карты. Как выстраиваете отношения со страной, где принципиально не меняется правительство? Очень сложный вопрос. Но история преисполнена этими примерами. Извините, так как жестоко воевали украинцы с поляками, например, в 16-17 веке. Какие отношения у нас были с татарами в своё время? Какие отношения были между Германией и Францией? Британией, Ирландией, Шотландией? То есть время и нормальные сбалансированные условия сожительства всё равно всё расставят на места. Всё равно пройдут поколения, и рано или поздно придут жить вместо нас с вами люди, которые не помнят войны, не помнят военных преступлений и будут искать свою личную выгоду. То есть раз. Во-вторых, если мы найдём формулу взаимовыгодного мира, не хотелось бы, чтобы эта формула была а-ля грузинской, когда кто-то большой запугал маленького. Хотелось бы, чтобы это была формула взаимовыгодного мира, тогда эта нормализация возможна быстрее. Конечно, такие отношения были раньше, постсоветские отношения, они уже невозможны. Будут какие-то другие отношения, но ни нам отсюда не уйти, ни Россию отсюда не сдвинуть. И значительная часть экономических интересов, и геополитической ценности Украины, даже в глазах западного мира, это её возможность коммуницировать и с Востоком, и с Югом. Ну что ж, Константинович, я предлагаю с вами пройтись по всей той же теме, которую мы уже начали, но она обрастает новыми подробностями. Итак, в Украине усиливается мобилизация, ещё до принятия закона мобилизации. Я думаю, что вы в курсе многочисленных случаев, когда, ну, по сути, уже представители ТЦК, Центров социального комплектования, попросту говоря, военкоматов, они мобилизируют людей, в общем-то, скажем, не мобилизируют людей, но выписывают повестки и в общественном транспорте, и на улицах. То есть, понятно, идёт война. Мы об этом не накратно говорили. И вот некоторые эксперты говорят о том, что Путин может навесной предпринять наступление чуть ли не на Никлаев и Одессу. Верите ли вы в подобную перспективу, что всерьёз Путин может рассчитывать на оккупацию, ну, скажем так, Никлаева и Одессы и на перерезание моря для Украины? Мы должны учитывать такую возможность, Михаил. Дело в том, что производство вооружений в России увеличилось в разы существенно. Россия производит теперь больше оружия, чем Соединённые Штаты. Это оружие в основном не современное, но это оружие, которое убивает. Это во-первых. Во-вторых, Путин очень волнует. Ситуация, связанная с тем, что демократическая администрация уходит от власти. То есть те, с кем он заключал соглашения, определённые, там разные, вот они уходят, и ему придётся делать дело иметь с Трампом, с республиканцами. А ему не очень понравилось, когда республиканцы у власти, довольно жёсткое поведение. Буша вообще республиканской администрации, ну, вот, знаете, я эту фразу сказал уже насчёт узкого окна возможностей для Путина. Её сейчас эксперты в Украине повторяют. Это окно заканчивается довольно быстро. Начинать военную операцию, сколько-нибудь существенную, там, в августе, уже поздно. То есть ему идеально начинать военную операцию вот просто сейчас. В январе, феврале. Потом распутится, а потом будет меняться ситуация. Сегодня республиканцы предпринимают очень серьёзные усилия против администрации Байдена. Там формула сейчас действует такая. Формула сейчас действует такая, либо остановится миграция, либо остановится правительство. Вот такое жёсткое противостояние. И у меня ощущение, что в вопросе Украины тоже может быть это жёсткое противостояние при понимании того, что Байдена сейчас достаточно ресурсов для того, чтобы помогать Украине, но он этого не делает. Это тоже предмет недовольства республиканцев. Константинович, то есть правильно ли я вас понимаю, что фактически для Путина наступает время последней гастроли, и после смены администрации в Белом доме за Путиным, условно говоря, останется то, что Путин успеет оккупировать, оттяпать до момента прихода новой администрации. И точка. Да, примерно так. Ну, там есть тонкости некоторые, связанные с политикой более широкой, там связанные с Китаем, с Юго-Восточной Азией. Но в целом так Путина очень мало времени для того, чтобы изменить ситуацию с Украиной, где он, в общем, не достиг тех результатов, о которых мечтал, к которым стремился. Костин Антонович, на прошлой неделе, в конце прошлой недели, после того, как мы с вами записали интервью, в газете «Телеграф» появилась информация о том, что Путин в ближайшее время может напасть на Харьков, учитывая близость Харькова к Белгороду, и там действительно плечо, оно очень короткое, но и с психологической точки зрения, собственно, наступление Харьков, но действительно стало бы, скажем так, очень фрустрационным для Украины. Аристоевич говорит о том, что у России нет достаточных сил, чтобы сделать наш бросок на Харьков. Как вы видите перспективу нападения Путина на Харьков? Вы знаете, нападение вот того, которое было в начале войны, нападения такими колоннами, Росгвардии, танками. Возможно, оно не будет. Путина появились возможности использовать авиацию, ну, то есть она никогда не исчезала, эта возможность. Более современные средства ведения войны, ракеты, это может быть, и я об этом говорил, это может быть усиление бомбардировок в городах Украины, что, в общем, очень опасно. Это может быть не то, к чему Путин привык, и что он пытался повторить в Украине после Крыма. то есть такое без сопротивления заход по городам, сначала и зеленых человечков, а потом и войск традиционных. Вот сейчас он может использовать другие методы ведения войны, и это очень опасно. Ну, к этому надо готовиться. И вы знаете мою позицию, я считаю, что порство, демонстрация вот этого героизма в ситуации, когда надо просто остановить эти военные действия, вот она бессмысленна. Героизм кому? Знаете, это напоминает мне предложение такой псевдооппозиции российской участвовать в голосовании, голосовать за коммунистов, чтобы показать Путину, что его не поддерживают. Путин с точностью до одной десятой процента знает, какова у него поддержка в России. Ему ничего доказывать не надо. Ему нужно формально провести выборы. Понимаете, ну вот та же самая ситуация с Украиной, доказывать Путину героизм украинского народа и востремление к свободе, он это все давно понял, все очень хорошо понимает и все эти установки пропагандистские про борьбу с фашизмом, ну они циники, чекисты, они все это понимают и это просто пропагандистские установки. Костя Антонович, ну все-таки невозможно же взять и заявить вот вам ни мира, ни войны, как большевики в 18-м году, но тогда они могли это сделать в условиях, когда война длилась 4 года, когда пал царский режим, образовалась новая власть и собственно большевики пытались представить, что это не их война и они не имеют никакого отношения к капиталистической войне двух государств, хотя при этом немцы пошли еще дальше. И если бы не поражение Германии, по сути бы советская Россия была бы оккупирована. Как вы здесь видите механику прекращения войны одностороннее, не приведет ли это просто к тому, что фактически Россия оккупирует еще территорию, поэтому здесь Россия не оставляет Украине другого выбора, кроме как бороться и побеждать, как вы считаете? Это неправда, Михаил. Сегодня необходимо вести переговоры, которые должны остановить вот эти бомбардировки городов Украины, когда погибает значительное число людей, мирных жителей. Это переговоры, переговоры, о которых много раз заявлял Путин о готовности к таким переговорам. Там очень много элементов политиканства, то нам нужны переговоры, то нам не нужны переговоры. Понимаете, искать в сегодняшнем положении Украине более выгодные переговорные позиции, ну, это беспечность, это очень опасная игра. Эту войну надо остановить. после прихода республиканской администрации к власти эта война не будет возобновляться, я в этом не сомневаюсь. Путин просто побоится связываться с традиционной Америкой, которая защищает свободу демократические государства во всем мире. Сегодня надо остановить войну. остановить войну на очень невыгодных для Украины условиях. То есть вы считаете, правильно я вспомню, вы считаете, что сейчас Украина должна выиграть время до прихода новой администрации и сделать все для того, чтобы затормозить эту войну и дождаться прихода условного Трампа? Ну, понимаете, есть более общая тенденция. Мир развивается в направлении от варварства к гуманизму. Понимаете, вот эти рецидивы варварства, бандитизма, они случаются, но они не являются главной тенденцией. В этих условиях, ну, вот я приводил пример Финляндии, понимаете, пытаться доказать что-то Сталину, тогда, в 41-м году, в 39-м 41-м году, но это бессмысленное действие, это варварский деспотический режим, ну, и финны поступили очень разумно, так сказать, не жертвуя своими гражданами, своими ресурсами, они согласились на невыгодные для себя условия. вот, в сегодняшних условиях Украине было бы разумнее, правильнее не проявлять признаки героизма такого бесподобного, знаете, без аналогии, вот, а просто остановить эту войну любым способом, замораживанием конфликта. было время, когда Путин ставил такую задачу, захват части территории Украины и замораживание конфликта. Вот, и американская администрация, демократическая администрация поддерживала эту идею, и звучали на экспертном уровне такие, знаете, призывы по корейскому варианту замораживания конфликта. Вот, но это была стратегия Путина и стратегия демократической администрации. Вот, в сегодняшних условиях, когда война переходит в следующую стадию, создается, но очень опасная для Украины ситуация. Те, кто заботится о жизни, здоровье граждан Украины, об украинской государственности должен думать вот об этом варианте, об остановке войны на любых условиях, потому что, да, потому что приход республиканской администрации обеспечит большую защиту Украине, потому что развитие, так сказать, тренд развития человечества, но вот он в ту, в гуманистическую область. Какие-то события будут происходить в самой России, понимаете, по всей видимости, начиная с 24-го года, рынок нефтяной, ресурсный, будет не таким привлекательным для России сегодня. Ситуация будет меняться. Сейчас проявлять героизм для чего? Для того, чтобы Путину доказать, что он подонок. Об этом знает все человечество. я бы советовал Зеленскому, советовал государству украинскому проявлять больше заботы о собственных гражданах, чем о сохранении территории и проявлении вот этого беспримерного героизма. Константинович, вот вы только что заявили, точнее, не заявили, а предположили, что цены на нефть будут падать, а значит ситуация в России будет ухудшаться. И об ухудшении ситуации в России говорят очень многие, говорят очень долго, но все-таки российская экономика, как я понимаю, вам виднее, это же не светская экономика, которая рухнула, когда рухнули цены на нефть. российская экономика это все-таки более гибкая экономика, нежели светская. Как вы считаете? В сегодняшних условиях нет, это та самая экономика, но очень похожая на советскую, которая ориентируется на добычу ресурсов, на продажу этих ресурсов. Вы знаете, это все очень подробно отписано у Гайдара в его книге «Гибель империя». Он описывал советскую экономику, но намекал очень прозрачно на ситуацию в России. То, что произойдет начиная с 24-го года, могло произойти раньше, конечно. Но демократическая администрация предпринимала ну колоссальная для того, чтобы спасать Россию, российскую экономику и сокращение добычи собственных ресурсов, собственной нефти, собственных энергоресурсов. Это же были действия вот в том самом направлении не допустить развала России, не допустить катастрофической ситуации в России. и сотрудничество с авторитарным режимом Путина. Вот сегодня Россия, не имея экономики, ну, так, глобально говоря, получает от полутриллиона до триллиона долларов ежегодно за счет продажи ресурсов, энергоресурсов. вот и тенденция, ну, если она сохранится такой же, ну, этот режим и будет функционировать за счет по существу финансирования со стороны Запада, Соединенных Штатов. Сегодня надо называть вещи своими именами. Война в Украине финансируется Западом. Финансируется там, ну, не только Западом, еще там, Китаем, Индией, но финансируется за счет высоких цен на энергоресурсы. Этот режим долго не проживет, если Соединенные Штаты, как это было при Трампе, начнут развивать собственную промышленность вот этого натурального природного газа. Сланцевого газа. Ну, не только сланцевого и нефти. Вот, так что Путина очень плохие перспективы в ситуации, если Соединенные Штаты будут, как это было уже при Трампе, развивать собственные возможности. Кристина Анатольевич, я последний вопрос вам задам, и вы частично уже упомянули выборы в России. Вы знаете об инициативе Марка Фегина провести альтернативное голосование, причем верифицированное через сбор паспортных данных, через электронные бюллетни, но мы, кстати, с Марком Захаровичем об этом еще поговорим на этой неделе. Но вот вы как лично относитесь к этой инициативе? Насколько она вредна? Может быть, насколько она полезна, наше взгляд? Я не вижу большой полезности от этой инициативы. Понимаете, общество в России находится все-таки под очень сильным давлением пропагандистской кампании, под сильным состоянием гипноза. Понимаете? Тем не менее, я думаю, что для самой оппозиции, которая сегодня сконцентрирована в основном в эмиграции, это полезно, очень полезно, если это будут честные выборы, очень полезно расставить акценты. Я Марку пообещал поддержку и даже участие в этих выборах в качестве избирателей, в качестве кандидата на должность президента эмиграции. Ну, понимаете, президент бесполномочий, такое правительство в изгнании, в этом есть определенный смысл, там можно создать важные задачи. Сейчас Илья Пономарев пытается сделать такое посольство российской эмиграции в Вашингтоне, тоже очень полезная идея, я это поддерживаю. Вот я не вижу большого большой прибыли здесь, понимаете, больших результатов. Но это хоть какая-то движуха, понимаете, то есть это полезно, это может быть больше полезно не для России, а для самой эмиграции, я это поддерживаю.